добрый день всем кто смотрит мой канал одним из сюжетов в этом проекте я задумал снять ролик с мнениями очень уважаемых людей настоящих мастеров своего дела представителями классической медицины сейчас они вам будут представлены благодарю меня зовут потапов юрий я врач около 30 лет стажу врач высшей категории рефлексотерапевт специалист по реабилитации реабилитация это как раз то направление в медицине которое ну скажем так не подразумевает экстренной медицинской помощи а скорее всего развивается тогда когда экстренная помощь уже оказана и обычные специалисты поликлиниках в стационарах вами больше не занимаются но это же ведь не всегда означает что вы здоровы полностью скорее всего достаточно большое количество проблем у вас очень осталось после лечения в стационаре или в поликлинике поэтому реабилитолог обычно используют такие средства как мануальная терапия рефлексотерапия физиотерапия лечебная физкультура различные идентические направления психологические в том числе элементы психотерапии вот это том что я являюсь специалистом в реабилитации сейчас все чаще и чаще используются более современные технологии нежели в поликлиниках и в стационарах то что традиционно используется в поликлиниках и в стационарах это очень хорошая это очень надежная технология это но это база медицины многие вещи которые сейчас применяется у нас поликлиниках это технологии 17 века сейчас 21 век надо было бы что-то уже изобретать и многие вещи давно уже изобретены вот например одно из самых моих любимых направлений в которой я специализируюсь в котором считаю себя достаточно грамотным специалистом это прикладная кинезиология или мануальное мышечное тестирование но кто не знает об этом пару слов скажу чтобы было ясно в кинезиологии это методологии использования нейрофизиологических особенностей наших нашего тела нашего организма который кстати работает совершенно также как обычный компьютер и понимает все те же самые вещи что и обычный компьютер ну то есть вот как процессор есть ток нет тока больше ведь процессор ничего не понимает так и наша физиология она тоже понимает либо есть ток либо нет тока вот поэтому выявленные феномены свое время при мышечном тестировании возникновение или хорошей силы и выносливости мышцы либо исчезновение это тину силы и выносливости мы используем с диагностическими целями видимо потом лучше показать как это все выглядит чтобы было более ясно но именно использование нейрофизиологических механизмов для цели диагностики и в последующем для целей терапии и составляет смысл вот этой прикладной кинезиологии внешне это выглядит в виде исследования сил и рефлексов в руку то есть например или руку в сторону так вот отведут и попросят и держите руку и надавят вам на области лучезапясного сустава и далеко не во всяких моментах вы даже являясь очень сильным физически человеком например мастером спорта по борьбе греко-римской или тяжелоатлетом уж кому кому надо это вот мышцы всегда иметь хорошо вот а удержать не сможет удержать не сможет даже очень тренированный физический человек потому что физиология она одинакова для всех и законы ома за переменные цепи они одинаковы что для обычной розетки что для нас с вами информация о таких методиках она к сожалению на сегодняшний момент достаточно скупо представлено в официальной медицине но тем не менее на есть и обучение специалисты например я проходил в городе новокузнецкий это институт повышения квалификации врачей там раньше у нас новокузнецкий учились нейрохирурги невропатологи детские невропатологи ну и другие узкие специализированные врачи которые составляют на сегодняшний момент элиту медицины поэтому люди которые преподавали в нейрофизиологии очень хорошо разбирались и считали данный метод вполне приемлемо адекватным и современным сошлюсь как бы даже вот на их авторитеты на сегодняшний момент мы считаем своей основной задачей распространение информации среди населения а также среди врачей о возможностях данного метода информационный проект был на начать свое время на базе школы массажа в городе барнауле под руководством игоря ивановича войтенко и вот николай соловьев был одним из людей которые в этом проекте участвовал и надо сказать что николай является одним из самых последовательных приверженцев данного метода методики диагностики и терапии оказание точнее оздоровительной помощи потому что сам он не является не врачом поэтому лечить он не имеет возможности может помогать сохранять только имеющийся фон здоровья вот но тем не менее технику на свою блестящую работы в которую продемонстрировал на уровне лучших специалистов пластиопатии по мануальной терапии особенно в тех разделах которые касаются такой достаточно интимной части нашего организма как голова и череп хочу сказать что материалы которые получены в результате работы николая мы постоянно используем на конференциях наших врачебных конференциях и они всегда пользуются большим интересом и спросом среди моих коллег на что обращают всегда внимание николай является одним из самых с моей точки зрения организованных последователей потому что он в состоянии сейчас не только проводить самостоятельный прием коррекцию какую-то дополнительную человеку но и вполне может состояться как и преподаватель этого направления лично мне кажется что у него это получится совершенно элементарно как только он по-настоящему попробовать себя на этой поприще потому что он знает умеет у него все хорошо получается как я уже сказал николай очень много работает с такими вещами как чем интересно в том что в общем-то правка костей черепа была всегда применена применялась в народной медицине и я напомню вам что раньше треть роддом не было акушерская помощь практически ни кем не оказывалась но в каждой практически деревне были особые женщины их называли бабушками повитухами бабками повитухами которые занимались детьми и роженицами помогали им в плане родоразрешения и видите родовые травмы как таковые очень распространены были как сейчас так и раньше но так как медицины близкой не было а вот каждый народ сформировал свои собственные приемы ну скажем так помощи ребенку и женщине которые тяжело рожали и ребенок или плохо спал после этого или много кричи или видно же когда ребенок здоров а когда не все в порядке это даже и врачом не надо быть чтобы определить что с ребенком что то не все в порядке поэтому в каждой деревне была бабка повитуха которая занималась правкой костей черепа это возможно это технически совершенно несложно и практически безопасно так как у ребенка в этом возрасте еще все соединения головы хрящи связки очень очень мягкие эластичные и могут совершенно спокойно переносить очень высокий уровень деформации который например мы не можем перенести а ребенок легко переносит кто видел хотя бы в каком виде ребенок появляется на свет тот знает об этом что действительно так вот поэтому народные средства лечения родовой ранее спинальные травмы они известны достаточно давно просто ими мало кто занимается вот одним из таких специалистов является как раз николай кроме того что мы сами учили у него есть свои собственные находки и разработки которые именно находки которые можно было узнать только у людей которые ну скажем так пожилые и сами давно этими вопросами занимаются слава богу что в алтайском крае еще таковые существуют вот вот николай один из тех кто такие приемы собирает и до нас доводит помощь такого специалиста как николай во-первых и не надо путать с лечебной николай никого не лечит ему это делать не невозможно но когда ребенка осмотрел невролог дал свои заключения дал свои рекомендации значит лечение проводится под наблюдением специалист по неврологии или другого врача который этим вопросом занимается помощь дополнительная помощь такого специалиста как николай с моей точки зрения очень и очень может быть востребованы и полезны почему потому что классическая медицина классическая медицина вообще такими вопросами к сожалению не занимается ну а вот сочетание современных техник нам прикладной кинезиологии мягких техник мануальной терапии которые разрешены применению не врачами это всегда возможно и есть это применено грамотно дает блестящие результаты поэтому я зато всегда чтобы специалисты традиционной медицины то есть врачи использовали помощь таких специалистов как и николай это лучшая связка когда врач контролирует дополнительные приемы лечения народные или какие-то другие в этом отношении для того чтобы помогать пациент когда говорят о родовой травме почему-то все думают что это касается только очень маленьких людей это не так это большое большое заблуждение я собирал свое время материал для кандидатской диссертации и проводили большое обследование детей взрослых людей так вот что хочу сказать объем людей как количество людей которые имеют признаки родовой крайне спинальной травмы уже во взрослом периоде может составлять до 70 процентов контингента которые мы обследовали то есть мы обследовали и детей в дошкольных учреждениях мы обследовали детей школьников огромное количество детей мы я смотрел свое время когда проводил и работу во врачебно-физкультурном диспансере мы смотрели спортсменов как детских и юношеских школ так и элитную группу я курировал несколько лет элитную группу спортсменов которые готовились на соревнования края уровне россии хочу сказать что отдаленные последствия родовой крайне спинальной травмы встречается очень часто это что мы называем сейчас остеохондрозом особенно его ранними формами ну скажем так больше чем в четырех случаях из пяти связаны именно с этой родовой крайне спинальной травмой поэтому существует методика выявления как мы говорим дифференциальной диагностики что с вами там сколиоз обычный там просто со здоровой спиной перетрузился и спину сорвал а когда эти формы эти проблемы сочетаются именно с родовой крайне спинальной травмой и хотя она была и 10 и 20 и 50 иногда лет назад а я лично лечил человека года два не хватало до 70 вот удавалось помочь человеку который с такими вот последствиями прожил практически всю жизнь избавился как говорится перед сахарной старостью это все равно помогло ему выжить и помогло избавиться от боли в шее боли в пояснице которые на тот момент человека беспокоили поэтому избавьтесь от ошибочных воззрений что родовая травма касается только детей да нет две трети населения на сегодняшний момент даже условно здорово эти родовые травмы имеют и большинство жалоб с шеи с головными болями так или иначе связаны могут оказаться именно с последствиями родовой крайне спинальной травмы поэтому такое значение имеют специалисты по мануальной терапии неврологии невропатологи просто опять же не все как бы вот ориентируются в этом до конца к сожалению даже специалисты неврологи спортивные врачи ну это требует определенных просто пересмотров критериев диагностических которые сейчас существуют в медицине так практически любой человек может обратиться к такому специалисту и мы специально обучаем людей которые у нас учатся тому так определить связаны ли ваши жалобы с родовой травмы или нет если есть давайте лечить давайте помогать